Уже более полугода мы живем, по версии Львира Набиулиной, в непростом периоде структурных изменений в экономике, а по-простому во время беспрецедентных за последние полвека военных действий и не менее беспрецедентных международных санкций. И то, и другое требует огромных денег. Где власть их берет? Во-первых, это традиционно доходы от продажи углеводородов, цены на которые в последнее время серьезно выросли. Об этом охотно рассказывают провластные издания. А во-вторых, об этом правда так громко пропагандисты не трубят. Во-вторых, выжимают средства из-за так не особенно богатого населения страны. Сегодня на канале Андрея Пивоварова мы обсудим, как власти наживаются на жителях России. Подписывайтесь и поддерживайте наши видео лайками, чтобы их увидели как можно больше людей. Едва ли не главной заслугой Путина и единой России перед страной кремлевские пропагандисты называют «сытые нулевые десятые» и противопоставляют их голодным 90-м. Действительно, уровень жизни в стране в эти годы вырос. Но заслуга ли это власть придержаща? В тучные нулевые нефть и газ продавались по заоблачным ценам, и в стране был избыток денег. Для сравнения, в лихие 90-е средняя цена нефти была 6 долларов за баррель, а при Путине цена доходила до 120. Нетрудно догадаться, за счет каких средств выстраивалась стабильность. Нет, конечно, делиться с населением, заработанными на продаже общего достояния, никто не собирался. Вот еще. Но хотя бы не оббирали, спасибо и на этом. При этом расходы бюджета вместе с ними и аппетиты чиновников росли. Сверхприбыли от продажи нефти и газа позволяли закрывать на это глаза. Но, как мы знаем, аппетит приходит во время еды. Плюс появились громкие имиджевые проекты. Олимпиада, Сколково, стадионы и мосты в десятки раз дороже их реальной стоимости. Но в 2014 году цены на нефть поползли вниз. Денег стало не хватать. В поисках нового источника дохода чиновники обратили взор на собственное население. С каждым годом чиновники все больше выходили во вкус, находя новые способы доедать людей. В 2022 году расходы выросли еще больше. Военный бюджет бьет рекорды, а в перспективе замаячили и новые имиджевые траты. Восстановление разрушенных территорий, перестройка транспортной инфраструктуры на восток. Кому платить? Нам. Новые поборы и налоги уже сейчас сыпятся, как из рога изобилия. Курьезный случай. Запрет в Москве спектакля Чаполина, как экстремистского, уже не кажется забавным. Помните, там принц Лимон требовал платить налоги даже с воздуха, которым все дышат. Итак, давайте по порядку. Где государство последние годы решило подзаработать на населении? Первое. Систему Платон, дополнительный сбор из грузовиков. Этот сбор увеличивает стоимость перевозок, а значит и товаров. Главный бенефициар, друг Путина Аркадий Ротенберг. Второе. НДС вырос с 18 до 20 процентов. Министр финансов Силуанов объяснил, что высвободившиеся средства пойдут на нацпроекты. Выросли акцизы на сигареты, алкоголь, бензин, автомобили. Например, на табачные изделия налог вырос на 20 процентов. Россияне будут платить пошлины с посылок из зарубежа ценнее 200 евро. Совсем недавно отдавать государству 15 процентов от стоимости посылки нужно было лишь в том случае, если отправление было дороже 500 евро. Кроме того, власти украли у россиян пенсионные накопления. Более чем по полмиллиона у каждого из-за увеличения пенсионного возраста. Минимальная пенсия в России в 2022 году примерно 10 тысяч рублей. Даже без учета индексации умножим 10 тысяч на 12 месяцев в течение пяти лет, получим 600 тысяч рублей. Но и это еще не все. С 2014 года заморожена накопительная часть пенсии. То есть россияне все так же платят процент от своей зарплаты, но эти деньги не поступают на их индивидуальные накопительные счета, а выплачиваются нынешним пенсионерам. Мы можем примерно прикинуть, сколько денег украло таким образом государство у среднего россиянина. Человек зарплаты в 50 тысяч в месяц за 10 лет потеряет 360 тысяч рублей. Плюсуем это с деньгами, украденными из-за повышения пенсионного возраста и получаем примерно миллион рублей с каждого россиянина моложе 50 лет. Да, даже у вас, кто смотрит видео, государство забрало миллион рублей, которые вы обязаны были получить. Впрочем, многие россияне еще в 2014 году поняли, что рассчитывать на помощь от государства в старости не стоит и стали сами копить деньги на старость. Но и они не смогли выиграть в эту игру на выживание. Весной акции российских компаний рухнули, доступ к иностранным ценам бумагам оказался закрыт. Банки ограничили выдачу валюты со вкладов, а теперь, похоже, планируют выдавать ее только в рублях по нарисованному курсу. Даже криптовалюты, любимый инструмент накопления молодежи на фоне общей рецессии, ушли вниз почти в три раза. По данным Альфа-страхования, 80% жителей России потеряли частично или целиком свои накопления после 24 февраля. Страховые взносы для предпринимателей скакнули втрое выше инфляции. Только в 2021 году более чем на 10%. Налог на болванки – 1% за производство и импорт оборудования, которое воспроизводит и записывает аудио и видео. 1% со всех ввозимых в Россию компьютеров, телевизоров, смартфонов, проигрывателей, диктофонов. Эти деньги получает Российский Союз правообладателей, который возглавляет Бесогон Никита Михалков. Появился налог на богатство. НДФЛ вырос до 15% для всех, кто зарабатывает больше 5 миллионов в год. Налогом обложили банковские депозиты крупнее миллиона рублей. Вырос налог на имущество. Это связано с ростом кадастровой стоимости жилья. С 2015 года от нее напрямую зависит размер налога. Жителей Москвы ждет неприятный сюрприз. В столице действуют прогрессивные налог на имущество. Из-за резкого скачка кадастровой стоимости квартиры стоимостью более 10 миллионов рублей будут рассматриваться как роскошные и облагаться повышенным налогом. И еще один пункт. Рост цен на проезд. Например, в Петербурге с 1 января 2023 года поездка на метро будет стоить 70 рублей, а в 2015 году тот же жетон стоил 31 рубль. Рост штрафов и появление новых штрафов. Россияне ждут новые штрафы от ГИБДД, Роскомнадзора, МВД, Минюста. Особенно выделяются штрафы за дискредитацию армии фейки о ней и штрафы новоиспеченным иноагентам за неверно поданные документы. Сколько государство может получить благодаря новым штрафам? Помните, была пандемия коронавируса? Тогда на людей тоже воздействовали рублем. В 2020 году власти оштрафовали более миллиона россиян за отсутствие масок и нарушение карантина и выписали штрафы почти на 2 миллиарда рублей. И это только то, что на виду. Множество новых мелких поборов вводится без шума и огласки. То, что еще вчера было бесплатно, становится платным, а дешевые ранние услуги удорожают. Мелкие ручейки собираются в бюджет, и вот у Росгвардии уже есть возможность содержать еще несколько десятков тысяч бездельников. Для нашего, конечно, благо. Итого, высокопоставленные чиновники сейчас громко рапортуют о бюджетном профиците, беспрецедентном росте цен на газ и стабильно высоких на нефть. Но даже в высоких кабинетах понимают, что нынешний пик, скорее всего, последний. Санкции Запада против России начинают работать, и нас ждет постепенное снижение объема поставок углеводородов и появления новых поставщиков, а значит и снижение цен. При этом расходы бюджета будут только расти, прежде всего, на силовиков и армию. Напомним, в бюджете на 2022-2024 годы впервые за долгое время расходы на оборонку превышают расходы на экономику. Топ-5 главных статей расходов бюджета РФ на 2022 год. Социалка – 5,8 трлн рублей. Оборонка – 3,5 трлн рублей. Экономика – 3,5 трлн рублей. Силовики – 2,8 трлн. Бюрократический аппарат – почти 2 трлн рублей. И эти статьи бюджета точно не будут сокращать, а значит, деньги на них будут брать из карманов россиян, то есть нас с вами. Мы рассказали, насколько выросли поборы за последние 8 лет. Можно ожидать, что с сокращением расходов от экспорта залезать в карманы россиян станут еще чаще. Люди – это новая нефть. Андрей Пивоваров все еще находится в заключении, но мы и его команда продолжаем работать. Поддержите это видео лайком, поделитесь им с друзьями и подпишитесь на канал Андрея Пивоварова. Большое вам спасибо, пока!